Русские новости 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 Хотя и не по отношению к тому, что происходило в России, а по отношению к зарубежным недоброжелателям нашей страны и нашего народа. Патриотическая позиция Шафаревича не понравилась Сахарову и другим либеральным диссидентам. Шафаревич стал среди них нерукопожатным. Более того, в 1989 году группа негодяев, которые тогда были прославлены именно как лидеры оппозиции, составила меморандум в воззвании всему оставшемуся миру, которое было направлено лично против Шафаревича. Что для нас как раз и говорит о том, что Шафаревич действительно является нашим русским политическим общественным деятелем, русским ученым. А вся вот эта околосахаровская тусовка, это конечно наши враги. Врагами они были тогда, хотя и не распознавались как враги. Врагами являются для России русских их последователи в сегодняшнем дне. Перу Шафаревича принадлежат другие известные работы, которые рекомендуются к прочтению. «Две дороги к одному обрыву» с критикой как социализма, так и западной демократии. Социализм как явление мировой истории. Но здесь я бы не рекомендовал так уж прямо верить в то, что социализм это некий такой комплекс воззрений, который идет с древности. Нет, социализм все-таки это современное явление. А некие психологические предпосылки и некоторые отдельные мысли на этот счет, конечно, можно найти и в сочинениях древних авторов, и в практике разнообразных религиозных сект. Об этом как раз книга Шафаревича и написана. Но все-таки социализм это явление недавнее, явление западное и не христианское, а антихристианское. Еще такие работы «Русофобия. Десять лет спустя. Россия и мировая катастрофа. Духовные основы российского кризиса XX века. Будущее России. Русский народ в битве цивилизаций». Про Игоря Шафаревича практически ни одно средство массовой информации общероссийского масштаба не упомянуло. Что также говорит нам о том, что за этой фигурой следили, и эта фигура является запретной для нынешнего режима. Значит, для нас она является одной из ключевых, и мы обращаем на нее внимание, творческое наследие Игоря Шафаревича должно быть в круге чтения каждого русского человека. Но одновременно в те же самые дни умер представитель России ООН Чуркин, и вот его-то уж прославляли везде и всюду, на всех телеканалах, везде в СМИ и в интернете тоже все об этом говорили. Чуркин, Чуркин достойно представлял. Что он там представлял, какие дипломатические победы за ним, ничего не было. Кроме острого словца, которое ему позволено было произносить там в ООН, больше ничего. Это действительно человек, который умел публично воздействовать не на тех, кто заседал в ООН, а на российскую публику. О том, что это так, говорит массив суждений обычных людей, не только тех, кто вещает из телеэкрана или со страниц массовых СМИ, но и в интернете. Действительно удалось убедить, что достойным представителем России был господин Чуркин, который остроумно выступал в ООН и давал отпор. Но дипломатических побед у российского Министерства иностранных дел, у лично Путина, который является по Конституции ответственным за всю внешнюю политику, нет ни одной внешнеполитической победы, ни одной. Сплошные поражения именно поэтому Российская Федерация как будто окружена враждебным лагерем. Весь мир для Российской Федерации является враждебным. Абсолютно весь. Ну и господин Чуркин, видимо, за это был награжден Орденом Мужества, боевой наградой, которая дается только тем, кто участвует в реальных боях с оружием в руках, подвергается опасности смерти. Ну вот Путин решил так, что Чуркин подвергался опасности смерти, он, видимо, сражался с оружием в руках, где-то об этом мы ничего не знаем. Я не могу сказать, что Чуркин там лучше или хуже каких-то других дипломатов, я могу сказать, что это был человек, который был плотью от плоти этого режима, больше ничего, больше ничего. А то, что ему было позволено многое говорить, ну это личный выбор господина Путина, этому он позволил, а другим не позволил. И вот оказалось, что среди дипломатов единственный человек, который произносил какие-то осмысленные речи, это Чуркин. А Лавров, скажем, никогда не произносил осмысленных речей, никогда. Его речи это абсолютный пустой шлак, их слушать невозможно, неинтересно, да никто и не слушает, и выводов никаких из этого не делает. Русский национальный фронт в течение последнего времени ведет переписку с администрацией президента и Министерством связи по поводу создания русского канала телевидения. Ну действительно, есть национальные каналы телевидения у целого ряда народов России. Русский же народ, самый большой народ в России, не имеет русского канала ни на телевидении, ни на радио, ни одного русского издания практически нет, ну кроме как малотиражных теперь уже. Ну можно считать, что журнал «Русский дом» все-таки многотиражные издания, но оно распространяется в основном по приходам, и поэтому до массового читателя не доходит. Где русский канал, где мы могли бы получать информацию о событиях, связанных именно с русским народом, где чистый русский язык, образцы русского языка, где не фальсифицируют историю, где выступают русские люди, русские ученые, русские общественные деятели, этого канала нет. И мы понимаем, что писать в администрацию президента абсолютно бесполезно, но мы пытаемся провоцировать, готовы ли они там к какому-то хотя бы диалогу, хотя бы какая-то дискуссия может быть вокруг вопроса о том, что русским нужен свой телевизионный канал. Если у татар есть свой телевизионный канал, если чеченцы там в своей Чечне вообще делают все, что им вздумается, и вообще там все только чеченское, и ничего нет, что было бы приемлемо для других народов, вообще ничего. У русских когда-нибудь в России будет хоть что-нибудь, хоть какой-то источник информации именно для русских людей, которые не позабыли, что они русские и не стали россиянами. Эта провокация пока, можно сказать, выявляет только полную дерусификацию верхних этажей власти. И поскольку из администрации президента все пересылается в Министерство связи, я бы сейчас процитировал то, что мы им направили, и то, что они ответили. Письмо Минсвязи я уже цитировал. Мы говорили о том, что в своих требованиях ставим вопрос о перераспределении бюджетных средств, выделяемых ведомством Минсвязи. О том, что в первом ответе наши требования почему-то не считаются социальными значимыми, соответствующими приоритетом долгозрочного развития государства и так далее. Все достаточно подробно мы изложили, уже не в адрес администрации президента, а в адрес Министерства связи и массовых коммуникаций. И вот на это мы еще раз обратили внимание, что информационная среда неприемлема для русских. И вот что нам ответили. Я прочитаю все это бегло, потому что это такой бред горячечный. Как в первом ответе не было слова русский, так и во втором ответе, который подписан, давайте мы зафиксируем фамилию, заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Г.М. Трубицын. Господин Трубицын. Электронная подпись есть, прям такой штампик электронная подпись, сертификат, владелец Трубицын Геннадий Михайлович. Вот за этой подписью нам пришел ответ из Министерства связи. В связи с вашими неоднократными обращениями, хотя их было всего два, поступившими в Минсвязь России, а также письмом управления президента Российской Федерации, сообщаем следующее. Еще раз обращаем ваше внимание, что деятельность средств массовой информации регулируется законом Российской Федерации, средств массовой информации, как будто мы это не знаем, и нам это нужно писать. Нам этот мусор не нужен, господин Трубицын. В соответствии с которым редакции СМИ осуществляют свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности, вопрос о размещении передачи в телеэфире, включая выбор тематики, жанра передачи авторов и ведущих, находится исключительно в компетенции руководства конкретного средства массовой информации. Это ложь. Это наглая, циничная ложь, господин Трубицын. Вмешательство в какой бы то ни было форме со стороны должностных лиц или государственных органов в редакцию и вещательную политику СМИ является нарушением профессиональной самостоятельности СМИ, что в соответствии с действующим законодательством недопустимо. То есть то, что вы делаете каждый день, постоянно, постоянно идет политическая цензура, постоянно, ничего русского, в ваших господин Трубицын и кто там еще вами заправляет средства массовой информации, нет ничего русского. Цензура производится самым наглым и циничным образом. Я думаю, что мы еще раз об этом господину Трубицыну сообщим, а также сообщим о его личной ответственности. Ну, я думаю, что и мое заявление здесь, оно тоже где-то отложится в информационном пространстве. Когда нужно будет выявлять ответственность чиновников за дерусификацию России, господин Трубицын к ответственности привлечен будет. Итак, кроме того, частью 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации гарантируется свобода массовой информации и запрещается цензура. То есть запрещается то, что вы делаете, господин Трубицын, постоянно. И еще вы постоянно лжете, а за ложь вы тоже должны ответить, потому что это публичная, официально подписанная вами ложь. Контроль за соблюдением законодательства в сфере телевещания осуществляет подведомственные Минсвязи Российской Федерации, служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Данный контроль осуществляется по фактам обращения, жалобам, а также ведется в выборочном мониторинге СМИ. Нас это совершенно не интересовало, мы к этому не обращались, и этот вопрос с нами не поднимался, поэтому это просто пустая трата времени писать всю эту чепуху. Относительно качества телерадиопрограмм сообщаем, что с целью поддержки производства и распространения информационной продукции, соответствующей приоритетам долгосрочного развития государства и общества подведомственными связями, Россия Федеральное агентство печати и массовым коммуникациям Роспечати, ежегодно на конкурсной основе выделяет субсидии за счет средств федерального бюджета на производство социально значимых проектов в сфере электронных средств массовой информации. Мы уже писали об этом, что, видимо, Минсвязи не считает русский вопрос, социально значимым русское телевидение не считает необходимым, потому что это не социально значимый проект. Итак, за счет средств бюджета на производство социально значимых проектов в сфере электронных средств массовой информации, телевизионных и радиопрограмм, телевизионных и документальных фильмов, роликов, социальных и так далее, болтовня идет. Просто наглая, циничная болтовня, лишь бы написать побольше. Якобы с нами ведется переписка. Это вранье. Это взятый фрагмент, который уже заранее был подготовлен. И вставляется, я уверен, самые разнообразные ответы. И вот этот господин Трубицын просто использует электронную технику для того, чтобы не думать, не отвечать, а просто взять, брать готовые блоки и по ключевым словам вставлять. Никакого отношения к нашему письму вот эта болтология не имеет. Среди приоритетных направлений определены проекты по патриотическому воспитанию, пропаганде нравственного и физического здоровья граждан РФ, укрепление семейных ценностей. Все это также вранье, потому что ничем подобным, ни телевидение, ни радио, ни СМИ с государственным участием, ни частные СМИ не занимаются нигде. Этого нет вообще. То есть ни в малейшей степени нет. Те, кто хоть как-то наблюдает за информационным пространством, видят прямо противоположное. Прямо противоположное. Кроме того, в целях защиты детей и подростков от негативной информации, мы там чуть-чуть коснулись этого вопроса, что мы хотели бы создавать, такие каналы, которые бы были лишены вот этого всего безобразия. И нам отвечают, что президентом Российской Федерации подписан федеральный закон о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию, который вступил в силу 1 сентября 2012 года и ограничивает распространение в доступное для детей время и так далее, бла-бла-бла. Опять идет просто холостая информация, которая нам абсолютно не нужна. Мы своими глазами видим растление подрастающего поколения господином Трубицыным и подобным ему лицам, причастным к государственному регулированию. Оно есть, точнее это бюрократическое регулирование, антирусское и антироссийское. Всех средств массовой информации, всех без исключения. Необходимо отметить, что современное телевидение в условиях сегментации телевизионной аудитории идет по пути развития тематического вещания. И опять болтовня, какое-то тематическое вещание, жанрово-тематическое разнообразие. Нас это не интересует. Мы говорили совершенно о другом в своем обращении. При этом многие телеканалы предпочитают классифицировать свою продукцию для возрастной категории 16 плюс еще один абзац совершенно холостого пустого текста. Так в медийном пространстве Российской Федерации уже создано осуществляют вещание. Ряд каналов, программы которых направлены на пропаганду классической музыки, театрального изобразительного искусства. Нас это не интересует, этот вопрос. Нас интересует русский канал. Вместе с тем мы информируем вас, что в статье 63 семейного кодекса закреплены права и обязанности родителей по воспитанию и образованию лишние. Таким образом, учитывая, что ответственность за жизнь и здоровье детей в первую очередь лежит на родителях. Опять идет вранье и так далее. По вопросу рекламы доводим до вашего сведения, что в состав первого мультикомплекса включены общероссийские обязательные общедоступные каналы, сетковещание которых наполнено фильмами и передачами различных тематик, среди которых свободный от рекламы телеканал «Культура и общественное телевидение России». Что с того? Что с того? Нас это не интересует. Не интересует эти каналы «Культура и общественное телевидение России» лучше других. Это я могу сказать тоже, как человек, который иногда смотрит телевизор, и, видимо, только эти каналы вообще пригодны для просматривания. Но там нет ничего, чтобы мы могли сказать «Это русское, это наше». Фрагментики какие-то есть, да, неплохие фильмы. Иногда бывают какие-то неплохие передачи. Но это не русские каналы. Не русские. Россиянские, может быть. Отмечаем, что качество создаваемого телевизионного контента зависит от объемов средств, выделяемых на его производство. О том мы не знаем. Опять холостая порода. В связи с этим хочется отметить, что формула хорошего и бесплатного для зрителей телевидения сегодня проста. Чем лучше телевидение, тем больше на нем должно быть рекламы. Заверяем, что наши телеканалы приготовили для вас много хороших, интересных фильмов и передач. А это вообще откуда взято? Из какой-то статьи. Заверяем вас, что наши телеканалы приготовили для вас много хороших, интересных фильмов и передач. Но с наличием рекламы в фильмах и телепередач придется смириться, потому что без нее наше телевидение будет скучным и неинтересным. Это вообще что это за бред? Вот что это вот, что написал господин Трубицын? Что оказывается, без рекламы наше телевидение будет скучным и неинтересным. Вообще с какого дуба слез и с какой пальмы он упал? Стоит отметить, что порядок транслирования рекламы в телепрограммах определен федеральным законом о рекламе. Порядок прерывания рекламы телепрограмм определен пунктом. Нас это что интересует? Нас не интересуют ссылки на законы. Закон это то, что создаете вы. Ваша шайка во главе с Путиным. Нас не интересуют эти ссылки. Нас интересует реальное воплощение наших прав русских людей на русское телевещание. Они попираются. Нам не отвечают на те вопросы, которые мы ставим. Нам гонят просто какую-то пургу. Доводим до вашего сведения, что был принят федеральный закон о внесении изменений в закон о рекламе. Неинтересно. Закон разработан в целях выравнивания экономических условий деятельности вещателей бесплатных и платных телеканалов. Еще одно пустое. Закон устанавливает запрет на распространение рекламы в телепрограммах телепередач по телеканалам, доступ которых осуществляется исключительно на платной основе. Неинтересно. Обращаем особое внимание, в соответствии с пунктом статьи о порядке рассмотрения обращений граждан, недопустимо злоупотребление правом на обращение. Они намекают на то, что хватит уже писать. Один раз написали о русском телевидении, мы вам ответили. Взяли блоки из каких-то других ответов, заранее подготовленных. Я даже думаю, что может быть это какая-то такая у них программа. Они выделяют ключевые слова, подчеркивают в нашем обращении. И прямо электронным способом загоняют какие-то блоки в ответ. Ответ готов. И нам продолжают морочить мозги. То есть на самом деле никакого диалога нет. Нет диалога. Это разговор с глухим человеком, который молотит какую-то чепуху. Господин Трубицын, ГМ, еще раз, как его там Геннадий Михайлович Трубицын. Это человек абсолютно глухой. Абсолютно глухой. А если он глухой, значит он для госслужбы не годится. Или если он прикидывается глухим, значит он обманщик. Значит он человек, которого надо не просто от госслужбы отстранить, а человек, которого надо сажать в тюрьму. За то, что он не исполняет свои обязанности, наносит вред. На том посту, где он должен приносить пользу государству и обществу, русскому народу в частности, он наносит вред. Ну тогда в тюрьму, господин Трубицын. Вам в тюрьму. В русском национальном государстве для вас и подобным вам только тюрьма. Интересная новость, которую везде обсуждали, так бурно о межфракционной любви. Вот были депутат от КПРФ в Госдуме Вороненков и депутат от Единой России, певичка Максакова. Якобы она оперная певица, где-то она пела. Может на этом основании ее можно назвать оперной певицей, не знаю. Профессионалы, кажется, ее оперной певицей не считают, но оперная партия где-то на концертах она пела. И вот межфракционная семья такая, везде ее выставляли, как вот такой образец. Между нами могут быть политические взгляды, но мы вот образуем семью, тут мир да любовь и влюбленные взгляды специально для того, чтобы вот всю эту развесистую клюкву демонстрировать. И вдруг эта парочка раз, и не попав в Госдуму на очередных выборах, бежит на Украину и начинает раздавать антироссийские интервью. На самом деле говорит много правильного и много правдивого, но от предателей, правда, она с таким душком, вонючим душком. И коль скоро начинают разоблачать вот эти люди всю эту путинскую систему, в которой они сами с удовольствием принимали участие, то поручено было всем телеканалам погрызть эту тему, погрызть Вороненкову и Максакову. Ну вот они и всячески их поливали грязью, хотя еще совсем недавно это был действительно образец для путинского режима. Вот как должно быть, вот лучшие люди нашей страны. А теперь это оказывается и бездарность, и лжецы, и обманывали они там награды, которыми не обладали, званиями, которыми не обладали на себя, навешивали Вороненков вообще, просто какой-то аферист представляется. А где вы были, друзья, раньше, вот совсем недавно, когда эти люди заседали в Госдуме, были депутатами, и вами привлекались во все телепередачи. И достоинства этих людей не было поставлено под сомнение. Кто теперь вот их ругает? Я спрашиваю, посмотрел одну передачу. Батюшки Света, Хинштейн вышел. Это такой прямо светоч нравственности и неподкупности. Человек, который с депутатского кресла просочился почему-то в национальную гвардию, который возглавляется просто уголовником, и при уголовниках, якобы Хинштейн, ему сливали всякую информацию, ну теперь, видимо, удобнее Навальному сливать. Хинштейн разоблачал, он был таким журналистом-разоблачителем, ну естественно, он не проводил никаких расследований, а спецслужбы просто через него обнародовали ту информацию, которым было выгодно. А вот теперь, видимо, за большие заслуги в этом деле, шизофренический совершенно корреспондент переместился на пост советника главаря национальной гвардии. Он, кстати, называется «Директор», я с удивлением узнал, у нас военизированные формирования, где там сотни тысяч вооруженных людей, тяжелая техника, называется «Директор». Он, может быть, генеральный директор, значит, это вообще частная компания, ну просто финансируется государством. А так, генеральный директор управляет всем этим, как ему заблагорассудится. Ну только финансируется за наш с вами счет, и Хинштейн там тоже получает зарплату, тоже за наш счет. Кто там еще был? А, Жириновский. Еще какой-то там Лурье такой был с перекошной физиономией, еще какой-то скабрезный иудей, который что-то там такое высказывался по поводу этой межфракционной семьи. И, как я написал, патентованные Хлестаковы, годами морочащие головы уважаемым россиянам, набросились на Хлестакова-Вороненкова. На себя обратиться они не собираются. Давайте же мы скажем, да вы все ровно такие же, все ровно такие же, как он. Вот Хинштейн, Жириновский и прочие, прочие. Вся эта думская шушера, вся эта правительственная шушера. Вы все Хлестаковы. Ну, через одного. То Хлестаковы, то Смердяковы. Вот только такие люди теперь у нас отобраны на государственное управление. Союз Хлестаковых со Смердяковыми. Ну, еще, так, быстренько, то, что раньше мы с моим другом Сергеем Пыхтином называли азиопские хроники, здесь просто особо комментировать нечего. Так, быстренько. Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube удалить из опубликованного на канале Алексея Навального ролик, посвященный сравнению с реальностью предвыборных обещаний партии «Единая Россия» в 2002 году. В ведомстве сочли, что видео нарушает закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Замечательно, да? То есть, разоблачение лжи – это нанесение вреда детскому здоровью. Нам предлагают, чтобы мы все сдохли. В 2014 году правительство объявило мораторий на накопительную пенсию. Проще говоря, у части населения забрали часть их кровно заработанных денег, отложенных на старость. Позже эту заморозку неоднократно продлевали. Но, как уверяли чиновники, рано или поздно деньги людям вернут. Однако, как заявил накануне Совет Федерации глава ЦБ Эльвира Набиулина, в обозримой перспективе возврата денег ожидать не приходится. Просто украли деньги и все. Финансово-экономический блок правительства решил присвоить себе более 1,2 трлн рублей, которые граждане накопили на свои будущие пенсии. То, что ваши работодатели выплачивали как взнос в пенсионный фонд, то есть работали через белую зарплату, гарантируя минимальные накопления, все пошло прахом, все присвоено Силуановым и Набиулиной. Ну, а это карман, понятно, не наш с вами, это их карман. Они в свой карман просто переложили триллион двести миллиардов рублей. Такая кругленькая сумма. Помимо повышения пенсионного возраста нам скоро предложат работать за трудодни. Ну, видимо, сталинский режим настолько популярен в путинских кругах, что, наверное, мы на эту систему скоро перейдем. Во всех отношениях и в материальном тоже. Вот тут и собрались в России поднимать минимальный размер оплаты труда. Он составляет сейчас 7,5 тысяч рублей или 120 евро в пересчете. Это почти в два раза меньше, чем в беднейшей Болгарии. И в 16 раз меньше, чем в преуспевающем Люксембурге. Минимальный размер оплаты труда – это была такая базовая экономическая категория, от которой ввелся расчет вообще всех остальных параметров, там, бюджетных, налоговых, всяких там стипендий, льгот и так далее, и так далее. Но реально на МРОД жить в России никто никогда не мог. И сейчас не может. Вот раньше, там, 8 лет назад МРОД был 4 тысячи рублей, сейчас 7,5. От этого ничего не изменилось. То есть перекошена вся система. То есть все параметры, которые отсчитываются от МРОД, все являются фальшивыми, все являются фиктивными. Экономика вообще перекошена так, что ей управлять невозможно, потому что базовый параметр является фиктивным, обманным. И нас обманывают, там говорят, что они управляют экономикой, они занимаются развитием экономики. Ничего подобного нет, и главное, что и не планировалось. Покупательную способность в разных странах сравнивают зачастую с помощью индекса Бигмака. В самые богатые европейские страны – Швейцария и Норвегия, и стоимость Бигмака в них, соответственно, 6,8 и 5,6 доллара. А в России около 2 долларов вот этот индекс Бигмака. Но это не означает, что у нас жизнь в три раза дешевле, чем вот в этих самых богатых странах. Ну, несообразна и зарплата, которую мы получаем, конечно, не как в Люксембурге и Швейцарии, но и цены на многие другие товары, которые являются базовыми, остаются на уровне европейских или даже превышают их. Ну, скажем, стоимость бензина и вообще всех энергоносителей. Стоимость жилья, например. Поэтому, если даже и Бигмак у нас дешевле, то все остальное на уровне европейских цен или дороже. Соответственно, мы живем гораздо хуже, чем в Европе, потому что европейских зарплат нам не видать как своих ушей, покуда Путин у власти. И пока его шайка правит, ну, не важно, Путин, не Путин, такой обобщенный Путин, вобщенный Распутин. Главный показатель уровня жизни, на самом деле, это среднедушевой ВВП. В среднем по Европе он составляет 31 тысячу долларов. В не самой богатой Эстонии это 17 тысяч долларов, а для сравнения в США 57 тысяч долларов. В России 8 тысяч долларов. И вот эта разница говорит сама за себя. Мы живем гораздо хуже, чем в Эстонии, хотя Эстония ничем не привлекательна с экономической точки зрения страна. И кормить нас не надо. В России зафиксирован дефицит высококачественной пшеницы, используемой для производства хлеба. Высокие урожаи неизбежно приводят к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы третьего класса, являющейся одной из самых важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба. В докладе Зернового Союза отмечается, что в России наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов. Также сообщается, что дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба. То есть и кормят нас, бог знает чем, и хлеба в России нет. Вот до чего Путин довел нашу страну. Отчитываются фуражным зерном. Кому оно нужно, это фуражное зерно? У нас и скотины-то нет на это фуражное зерно, поэтому и продают за рубеж. Потому что вырезали скотину, но нет сельского хозяйства. Невозможно ни мясное, ни молочное сельское хозяйство развивать. Поэтому всю скотину порезали, кормить тогда. Кому этот корм в виде фуражной пшеницы предназначен? Ну тем, кто за рубежом купит по дешевке. Вот и все. Вот и вся цена сельскохозяйственной политики Путина. И учить нас не надо. Зачем нас учить? В российских селах до 2018 года будет закрыто 3639 сельских школ и детских садов. А также планируется закрывать учреждения дополнительного и среднего профессионального образования. Дома и интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 9500 населенных пунктов, имеющих до 1500 жителей, сегодня нет детских садов. В 6000 населенных пунктов нет школ. Есть также 940 деревень, детям которых приходится добираться до школы более 25 километров. Что останется от России, если Путин и его подельники продолжат править? Ничего не останется. Это происходит на наших глазах. Катастрофа происходит на наших глазах. Немножко тут о фальшивых судьях. С 15 сентября 2015 года в силу вступил закон, обязывающий вести аудиопротоколирование по административным делам. А с 15 сентября 2016 года оно стало обязательным и по уголовным делам. Что это значит? Значит, что у участников процесса появился шанс сравнивать речи судьи с текстом приговора или решения. Но судьи стали говорить шепотом. А в гражданских делах продолжается фальсификация протоколов. Я убедился в этом на своем опыте в Красногорском суде. Судья Пучкова просто фальсифицировал протокол по гражданскому делу. Вместо того, чтобы проводить цикл ответов на вопросы, эксперта и истца по отношению к ответчику. И наоборот, вместо того, чтобы проводить прение, судья просто встал со своего кресла, махнул рукой и ушла. В протоколе записано. Прение, выступлений нет. Реплики, выступлений нет. Заседание закрывается. Сейчас чистая фальсификация. Что мне с этим делать? Ну, я пишу, конечно, касационную жалобу уже третью после того, как в апелляции мне отказали. Ну, там тоже не читают, дело не запрашивают. Там даже апелляционную жалобу не читают, а пролистывают. Пролистали, посмотрели. Ну, а потом штампованный ответ, что все нормально, первая инстанция. А там фальшивка на фальшивке. Само решение мадам Пучковой, трудно как-то называть ее судьей, потому что, конечно, это не судья. Судья, который фальсифицирует материалы дела, какой-то судья. Это преступник просто. Ну, и вот мадам Пучкова во всем права. Почему? Потому что так решил апелляционный суд, который не знакомился с делом, не знакомился с тем, что указано в апелляционной жалобе, противоречия между решением суда и материалами дела с указанием страниц прямо. А теперь касационная жалоба туда же в президиум московского областного суда. Результат примерно понятен, какой он будет. Ну, раз можно фальсифицировать дела. А сейчас судьи говорят шепотом, поэтому попробуйте поставить им это в вину. Опять 282-я статья. В Госдуму внесен законопроект, предполагающий уголовную ответственность за пропаганду исключительности превосходства либо неполноценности человека или группы лиц. Теперь уже даже не социальная группа, а просто группы лиц. Документ опубликован на сайте Нижней Палаты Парламента. Законопроектом предлагается внести изменения в 282-ю статью. Инициатором выступает депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. Жириновцам всем привет, все, кто голосует за Жириновского. Вот 282-я, это Жириновский. И не надо обманываться, когда Жириновский говорит, мы требуем отмены 282. Вы требуете не отмены, вы требуете ее усугубления. Деяние, которое Жириновец Иванов, странно, что с фамилией Иванов и при Жириновском. Наверное, такой же Иванов, как Яшни Персон. Подобные деяния, о которых я сказал выше, предполагается наказывать штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Например, они все это дело устроят для того, чтобы исключить участие в выборах русских национал-патриотов. Кроме того, проектам предполагается внести изменения в часть первую статьи 282. Ответственность по этой норме следует и законопроекта предусматривается в случае наступления общественно опасных последствий. Это элементарно доказать. Общественно опасные последствия – это вообще все. Все, что угодно, можно оценить как общественно опасные последствия. Мы живем среди руинза. За последние 25 лет в рухлядь превратилась половина производственной инфраструктуры, доставшейся нам от СССР. Две трети основных фондов достигли критической стадии износа. Об этом заявил в интервью коммерсанту профессор Сибирского института управления при президенте РФ Григорий Ханин. В 90-х и 2000-х годах страна проела наследство Советского Союза. Капитальные вложения были существенно меньше, чем требовалось даже для поддержания основных фондов, что и обеспечило иллюзию экономического роста. На деле же в денежном выражении экономика навсегда потеряла материальную базу в стоимость 422 триллиона рублей. Это можно примерно сказать, сколько Путин с Ельциным и вся их группировка похитила у нашей страны. 422 триллиона рублей. Цифра эта не ложится вам в голову, но считайте, что все, что у вас было или могло быть, уполовинено. В два раза вам недоплачивали зарплату, в два раза меньше вам предоставляли медицинских, образовательных и всяких прочих услуг. И вообще вы беднее в два раза. Если у вас была бы четырехкомнатная квартира, она сегодня двукомнатная. Если у вас могла бы быть однокомнатная квартира, то у вас вообще ничего нет. У вас украли 422 триллиона рублей, которые должны были быть вложены в инфраструктуру экономики. Это намного больше, чем потери Великой Отечественной войны. Тогда сокращение составило 33%, говорит Ханин. ВВП России не вырос на 13% с 1992 по 2015 год, как утверждает Росстат, а сократился на 10%, об этом говорит ученый. Производительность труда за тот же период рухнула на 30% вместо официального роста на 9%. Если оценивать ее не в рублях, а в натуральных показателях, в количестве занятых, физическом объеме и так далее, то в России в 5-7 раз, а то и в некоторых отраслях и в 10 раз отстал от развитых стран. Вот цена путинизма. Нас не надо кормить, нас не надо учить. Мы должны все побыстрее сдохнуть, нам не нужны пенсии, нам не нужна собственность, нас ограбили, нам не нужно ничего, потому что нас рассматривают как рабов. Вопрос в том, как мы рассматриваем себя. Если мы себя тоже считаем рабами, то рабское существование нам обеспечено, не будет у нас ни государства, никаких прав, ну их собственно сейчас и нет. Либо мы остаемся рабами и просто погибаем, исчезаем как народ, потому что ни один народ не может существовать в рабских условиях, в рабском статусе, это уже не народ. Либо мы уничтожим вот эту русофобскую власть во главе с Путиным. Уничтожить эту власть наша задача? Да, конечно, скажем специально для правоохранителей, законными методами. Но если кто-то будет использовать незаконные методы ради спасения России и русского народа, если он не впишется в созданную русофобами законодательную систему, ну, наверное, мы не будем возражать, а может быть, если будет успех, так мы все выйдем на улицы аплодировать и поддержим тот переворот, который абсолютно необходим нашей стране. Нам абсолютно необходима другая политическая элита, абсолютно необходима кадровая чистка, абсолютно необходима тотальная русификация России, за что мы, русские люди, русское движение, боремся и всех приглашаем участвовать в этой борьбе ради спасения нашей страны, нашего народа, ради будущего наших детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова